Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга. Мы находимся в студии Видное ТВ, работаем в прямом эфире. И сегодняшняя наша тема – имущественные налоги. Мы пригласили в студию Джаган Надировну Кудину, начальника правового отдела межрайонной ФНС номер 14 по Московской области. Здравствуйте! Здравствуйте! И в начале нашего диалога я предлагаю поговорить о том, что же такое имущественные налоги вообще? Имущественные налоги – это налоги, уплачиваемые физическими лицами. Это налог на имущество, то есть на недвижимое имущество, налог на землю и налог на транспортные средства. В комплексе это мы называем имущественными налогами. А какой порядок предоставления налоговых льгот вообще? Есть же, наверное, группы людей, для которых предоставляются налоговые льготы. Да, есть группа людей, которые имеют право на льготы. И хотелось бы напомнить и отметить, что льготы в Российской Федерации носят заявительный характер. Соответственно, для того, чтобы пользоваться льготой, эту льготу нужно заявить, подтвердить документально. Поэтому это является правом, а не обязанностью налогоплательщика. И он сам решает, пользоваться этой льготой или не пользоваться. Так у нас в Российской Федерации налогоплательщики могут использовать как федеральные льготы, которые установлены налоговым кодексом, это льготы для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-участников боевых действий Афганистана, чеченской кампании, а также инвалидов 1-2 группы, почетные доноры и некоторые другие категории граждан. И есть еще местные категории, местные льготы, которые устанавливаются законодательными решениями Совета депутатов местных самоуправлений. В нашем случае это Советы депутатов наших муниципальных образований. Что касается льгот, хочется обратить внимание наших уважаемых налогоплательщиков. То, что есть очень много вопросов, которые возникают у нас в инспекции по поводу использования льгот. Так вот, установление данных льгот конкретным органам местного самоуправления приводит к тому, что иногда возникают такие моменты, как, например, у нас в нашем муниципальном образовании льгота пенсионерам предоставлена, предположим, городское поселение Горки-Ленинский и Булатниковское поселение. А, предположим, Развилковское и Володарское поселения не предоставили своим жителям такую льготу. Поэтому это льгота, которая представляется не районом, а именно сельским поселением. Хочется также напомнить нашим налогоплательщикам, что в 2015 году, начиная с 2015 года, изменился порядок предоставления льготы именно по налогу на имущество. То есть на недвижимое имущество, квартиры, дачи и иные строения. Если раньше можно было получить льготу именно на всю сумму исчисленного налога, то с 2015 года льгота предоставляется на один из видов имущества. То есть это одна квартира из пяти, один дом из трех и один гараж из четырех, если они имеются. И на каждой из этих видов льготы нужно предоставить документы, подтверждающие наличие льготы и, соответственно, заявление. Также стоит отметить, что льготы не применяются к торгово-офисной недвижимости, которая используется в предпринимательской деятельности, а также к недвижимости, к кадастровой стоимости которой превышает 300 миллионов рублей. И еще один важный аспект, налог на имущество по льготу, по заявлению на льготу, может пересчитываться налоговым органом не более чем за три календарных года, предшествующих к году, в котором получено право на льготу. То есть не когда оно заявлено, а когда получено право на льготу, что очень важно. И хотелось бы, чтобы налогоплательщики помнили об этом. А если налогоплательщик сомневается, предоставляются ему льготы или нет, где он может ознакомиться с полным перечнем? Предоставляемых льгот. Полный перечень предоставляемых льгот установлено, обозначен на сайте ФНС России. Там есть информационный ресурс, справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. А также можно посмотреть, узнать, предоставляются льготы или нет. На сайтах Совета депутатов, муниципальных образований, там публикуются все решения Совета депутатов. И ознакомившись с ними, четко можно понять, предоставляется конкретной категории граждан льгот или не предоставляется. А вот как быть с направлениями налоговых уведомлений? Изменился ли порядок этих направлений? Вы знаете, в последнее время налоговые уведомления направляются так же, как и раньше. То есть когда-то, давно, в старые времена, налоговый орган сам направлял уведомления, опечатывал в конверт и наносил на почту. Уже лет пять порядок не меняется. Он определен действующим законодательством, нашими внутренними регламентами. И налоговый орган выгружает на сайты организации ФКУ Налогсервис, которые созданы специально для связи между налоговым органом и налогоплательщиком, данные налоговые уведомления. ФКУ Налогсервис формирует эти налоговые уведомления именно в конверты и рассылает. Поэтому, опять же, хочется попросить налогоплательщиков не пугаться, не удивляться, когда на конвертах они видят адрес не своей родной налоговой инспекции. Это ничего страшного. Вся информация, которая нужна, которая необходима именно о налоговом органе, который начисляет налоги, контактная информация, она содержится в налоговом уведомлении, которое внутри. Поэтому адресат, который присылает налоговое уведомление, это не тот, кто начисляет. Порядок не изменился. Последние несколько лет он устоявшийся. И мы думаем, что пора бы привыкнуть к нему. Если физическое лицо налогоплательщик получил уведомление, но в нем некорректная информация содержится. То есть, допустим, что он должен заплатить налог на имущество, которым он уже не обладает, или еще какие-то другие данные. Бывают такие проблемы, да. К нам поступает множество обращений по этому поводу. Действительно, очень серьезный вопрос. Что мы делаем? У нас при направлении уведомления к уведомлению прилагается специальная форма. Предопределяя такой вопрос, мы понимаем, что у налогоплательщиков может возникнуть такая ситуация. Мы прикладываем заявление, которое нужно заполнить и прислать его нам тремя способами. Есть три способа. В электронной форме через сайт ФНС России, через личный кабинет или почтой. Как налогоплательщику удобно. В этом заявлении необходимо сообщить нам, какие неточности выявлены в налоговом уведомлении. Нет объекта, не соответствует адрес, неправильная налоговая ставка, по мнению налогоплательщика, опять же, имеет право сомневаться. Все эти заявления рассматриваются налоговым органам в соответствующем установленном законном порядке. Если через личный кабинет, то 20 дней. Если через почту, то есть почтовое письмо, мы рассматриваем в течение 30 дней. Что хочется отметить? Уважаемых налогоплательщиков привлечет к пониманию вопроса, как это все происходит. Если вы нам присылаете сведения о том, что у вас некорректные сведения и уведомления о налоговых объектах налогообложения, налоговый орган не может сиюминутно пересчитать эти сведения и сделать так, как удобно. Мы направляем запросы регистрирующим органам для того, чтобы уточнить эти сведения. Насколько правильна позиция налогоплательщика, насколько правдивы его слова, его документы. Направляем запрос, дожидаемся ответа. И только после того, как эти сведения подтвердятся, мы можем исправить сведения, которые содержатся в налоговой базе. На самом деле это очень серьезный вопрос. Почему? Потому что масса обращений налогоплательщиков по этому поводу. Они хотят видеть минут, но мы вам сообщили, вы нам не исправили. Не исправим до тех пор, пока нам регистрирующий орган не подтвердит. Именно документально, в электронном виде, опять же, хочется отметить. В электронном виде. В силу того, что мы 21 век, нас правительство нацеливает на электронный документ оборот, мы со всеми регистрирующими органами работаем в режиме электронного документа оборота. Поэтому, как только мы получим подтверждающие сведения в электронном виде об объектах налогообложения, мы сразу все изменим в своей базе, выставим уточненное налогоуведомление, и налогоплательщик сможет увидеть его либо в личном кабинете, либо на бумаге по почте, и, соответственно, уплатить уже правильные налоги. К нам приходят вопросы от наших телезрителей. Кстати, напоминаю то, что вы можете задавать интересующие вас вопросы по телефону нашей студии 541-2525 и 541-2540. И вот вопрос просто в тему, он пришел о том, о чем мы сейчас говорили. Мне с 2012 года шлют земельный налог на недвижимость, которой нет. Я ежегодно пишу заявление, опускаю его в ящик для связи с клиентами, который стоит в вестибюлю налоговой. Также заявление мной было написано и передано в руки сотруднику. Мне поставили входящий номер, но заявление в итоге потерялось. Когда разберутся с моим вопросом, или мне стоит обращаться к федеральным властям? Этот вопрос задала Лариса Ивановна Плутанова. Лариса Ивановна, не надо никуда обращаться. Я думаю, что достаточно обратиться в налоговый орган. Если есть такое заявление, которое, как вы считаете, потерялось, ничего не теряется. На самом деле просто очень много документов. Я думаю, все должны понимать, что налогоплательщиков очень много. И очень много запросов, очень много бумаги. И, соответственно, может быть, всю минуту не получилось найти какой-то запрос, письмо. Но ничего в инспекции не теряется. Все лежит. Просто иногда бывает необходимо больше времени на его поиск. По поводу уточнения объекта. Как я уже говорила, инспекция обязательно направит запрос в Росреестр. Росреестр уточнит сведения, которые содержатся в этом письме. И как только Росреестр подтвердит сведения о наличии объекта, о данных этого объекта, инспекция сразу же пересчитает налог. И это будет возможно увидеть либо в личном кабинете, либо при личном обращении. Либо, если сумма изменится, мы пришлем новое налоговое уведомление с новым сроком уплаты. И, соответственно, налогоплательщик будет уплачивать его уже по новому уведомлению. Вы говорили об электронном документообороте. Сейчас же, наверное, существуют какие-то сервисы, мобильные приложения или сайты, где налогоплательщик может узнать о том, что он должен заплатить и какие налоги? Существуют сайты. Ну, это, конечно же, личный кабинет. Мы уже говорим, да, много лет о том, что призываем, просим, убеждаем налогоплательщиков подключаться к личному кабинету. Это очень удобный сервис, это очень современный, очень действенный. Поэтому мы убеждаем всех, кто не подключился к личному кабинету, пожалуйста, приходите в любое время, когда инспекция работает, заявляйте свое желание, изъявляйте желание. Мы выдадим электронные ключи и подключайтесь к личному кабинету. Там вся информация будет та, которая вам необходима для того, чтобы контролировать работу налогового органа и относительно своих объектов налогообложения, и относительно сумм. И все сведения, которыми располагает налоговый орган, они отражаются в личном кабинете. Насколько они достоверны, все это уже решается в режиме общения с налогоплательщиком. Это единственный действенный ресурс, на котором можно узнать наличие задолженности. А что делать, если налог не исчисляется налоговым органом, а при отсутствии информации об объекте налогообложения? Бывают и такие моменты, действительно, когда физическое лицо владеет объектом, но при этом понимает, что ему уже некоторое время не приходит налог на этот объект. Раньше ничего не делали, сидели, ждали, пока налоговый орган вдруг получит сведения, пришлет и взыщет эти налоги. Сейчас, с 2015 года, физические лица уже обязаны сообщить налоговый орган о фактах отсутствия именно объекта налогообложения в налоговом уведомлении. То есть, если у вас есть объект налогообложения, который отсутствует в налоговом уведомлении, предположим, есть квартира, вам присылают налог только на машину, соответственно, вы обязаны с 2015 года об этом сообщить в инспекцию и приложить соответствующие документы, подтверждающие. На сегодняшний день пока ответственности за непредставление этих сведений нету, но с 2017 года существует уже ответственность для налогоплательщиков за непредставление данных сведений. Это 20% от суммы налога. Поэтому убедительная просьба ко всем, у кого есть такие объекты, внесите нам документы, мы все проверим. Опять же, с запросами в Росреестр выясним и, соответственно, налог будем начислять. На сегодняшний момент, пока ответственности нету, до 2017 года существует такой льготный период для нас. Мы можем насчитать налоги до 2017 года только за три предыдущего года. В случае, если у нас не было заявления налогоплательщика. С 2017 года мы уже будем, соответственно, штрафовать и взыскивать по полной программе. Поэтому внесите нам документы, если у вас что-то есть незадекларированное. К нам продолжают поступать вопросы наших телезрителей. Елена задает вопрос. Если я работаю в Видном, но прописано в Москве, где можно получить ИНН? ИНН можно получить в любом налоговом органе. Главное, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, то есть паспорт. Приходите, пишите заявление и получаете ИНН. То есть ничего сложного в этом нет? Нет, это самая простая услуга, которую оказывает налоговый орган. Выдача ИНН. Очень легко и просто. Пять рабочих дней и ИНН на руках. Ну, отлично. Я надеюсь, что у Елены все получится. Осуществляется ли постановка печати и подписи сотрудника налогового органа на налоговые уведомления и требования? Какие есть вообще к налоговым уведомлениям? Как ее отличить? Не знаю, чтобы фальшивка какая-нибудь не пришла вдруг. Нет, фальшивка не придет. Нет фальшивых налоговых уведомлений. Нет, на самом деле, чтобы не было фальшивых налоговых уведомлений, подключаемся к личному кабинету, наблюдаем, смотрим, мониторим. А если серьезно, нет. Таких требований сейчас законодатель не предусматривает. С учетом того, что, опять же, возвращаемся к электронному документу обороту, у нас нет необходимости и нет предусмотренной законной обязанности проставлять печать и подпись. Поэтому все, что выгружается, опять же, на ФКУ налогсервис, мы выгружаем в электронном виде, и налогоплательщики получают без печати и подписи. Это не должно их пугать. Никто никогда не подделывал налоговые уведомления и требования. Поэтому платим, потому что есть. Наверное, сейчас будет самый простой вопрос для сотрудников налоговой инспекции и самый сложный для злостных неплательщиков. Какие санкции предъявляют к людям, которые не платят своевременные налоги? Да, это наши болезненные вопросы. Я хочу немножко озвучить статистику, чтобы наши уважаемые налогоплательщики понимали, какие объемы, какой труд ложится на плечи налоговых инспекторов, которых не так много в нашей инспекции. В 2015 году в связи с ростом застройки Ленинского муниципального района количество налогоплательщиков, стоящих на учете налоговой инспекции, увеличилось на 39%. Понимаете, да? То есть это более чем в три раза. Составило 156 тысяч человек. Соответственно, увеличилась сумма начисленных налогов. Теперь налоги у нас числено 487 миллионов рублей, то есть почти половина, полмиллиарда. При этом из этих половины миллиарда всего 31% налогоплательщиков добросовестны оплатили налоги в установленной законом сроки за что хочется сказать им большое спасибо. Очень радостно и отрадно, что есть такие налогоплательщики, которые понимают свою обязанность перед законом, перед государством уплачивать установленные законом налоги и делают это своевременно. Это очень важно, это очень ответственно и очень уважительно. Для нас это действительно очень добросовестные налогоплательщики, мы их очень уважаем. Извините, перебью. Сразу в догонку хочется задать вопрос. Когда вот отчетный период, до какого срока нужно заплатить налог? Смотрите, в 2015 году мы платили за 2014 год и, соответственно, срок уплаты налогов на имущество, мы же говорим о налогах на имущество физических лиц, срок был установлен до 1 октября. С сегодняшнего года, с этого года, срок сдвинули, опять же, государство идет навстречу налогоплательщикам, физическим лицам и сдвинули срок до 1 декабря. То есть, в принципе, времени много. Сейчас приблизительно летом будет исчисление налога, придут уведомления и до декабря есть время эти налоги оплатить. Так вот, вот по поводу наших неплательщиков. Для нас, на самом деле, эта тема, я с нее не сойду, я все-таки озвучу их. 22% налогоплательщиков произвели уплату налога после получения уже требования. То есть, когда уже налоговый орган начал взыскивать налоги. Но 22% мы полагаем, что действительно, может быть, недополучили, не получили ни своевременно или еще что-то. Мы понимаем, что Москва рядом, кто-то живет в другом районе или еще что-то, но тоже молодцы, заплатили. Это целых 106 миллионов рублей. Молодцы. Вообще бюджет просто радуется. Но 47% налогоплательщиков не заплатили налоги до сих пор. 47%. Это внушительная цифра, конечно. Это внушительная цифра. Это 228 миллионов рублей, которые не поступили в бюджет, которые были запланированы в социальную сферу, на которую рассчитывало государство, на которую рассчитывал наш район, не поступили в бюджет. То есть, 50% налогоплательщиков, которые владеют имуществом, не платят налоги. Это деньги идут в бюджет Ленинского района или выше? Это деньги, которые идут в бюджет и области, и района, и поселений. То есть, это касается непосредственно нас, жителей? Конечно. Это те деньги, которые должны получить пенсионеры, социальные льготы или еще какие-то, не может быть, незащищенные слои граждан. Но, тем не менее, это деньги, которые мы должны заплатить в бюджет. Каждый налогоплательщик обязан уплачивать законно установленные налоги. Это Конституция. Поэтому, хочется призвать налогоплательщиков, уважаемые, если вы по какой-то причине не оплатили налог, может быть, не получили налоговое требование, я обращаюсь, да, надеюсь достучаться, надеюсь, что меня услышат. Если по какой-то причине не были получены налоговые уведомления или требования о плате налога, обратитесь в налоговый орган в любое время, по телефонам, которые указаны на сайте, либо через посредством личного кабинета, либо приходите к нам лично. И давайте все-таки платить налоги и спать спокойно. Это очень важно и для бюджета, и для собственного спокойствия, я полагаю, это тоже имеет значение. Предлагаю перейти к другим темам. С 1 января 2015 года капитальное строительство, принадлежащее физическим лицам объекты капитального строительства, перешли к налогообложению по кадастровой стоимости. Расскажите вот эти моменты. Да, это очень сложный вопрос, и для нас тоже, потому что это новинка для нас. Действительно, с 2015 года в Российской Федерации налог на имущество исчисляется, исходя из кадастровой стоимости объекта. На сегодняшний день, для того, чтобы не было очень резкой нагрузки на налогоплательщиков, принято решение о постепенном увеличении суммы налога. Поэтому на сегодняшний день пока 20% от кадастровой стоимости, и до 2020 года государство планирует увеличить эту сумму, эту ставку до 100%. То есть сейчас 0,2 ставка, потом 0,4, 0,6, 0,8 и до 10%. Опять же, не налоговый орган планирует, государство. Если кто-то не согласен с суммой кадастровой стоимости, со стоимостью этой самой кадастровой, у любого налогоплательщика, как физического лица, так и юридического лица, есть право обратиться в арбитражный суд с заявлением об оспаривании кадастровой стоимости. Ну, конечно, мы понимаем, что он должен быть мотивированный, документально подтвержденный, но право оспорить кадастровую стоимость, с которой не согласны, оно есть. Поэтому, опять же, повторюсь, это не претензия к налоговому органу. Почему у меня такая кадастровая стоимость большая? Какую нам прислали, с такой и считываем. Поэтому, если есть такая необходимость, оспаривайте, сообщайте. Мы будем все это учитывать в целях налогообложения. Мы уже говорили о личном кабинете, как средство для упрощения для налогоплательщика, чтобы он узнал, что он должен государству и какие суммы. А как подключиться к этому личному кабинету? Что для этого нужно сделать? Подключиться к личному кабинету тоже несложно. Нужно обратиться в налоговый орган, получить пароль и логин. Соответственно, можно получить лично в любой инспекции, независимо от того, где состоите на учете. Соответственно, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. И если эта инспекция по месту учета, то есть та инспекция, к которой мы закреплены, то там достаточно только документа удостоверяющего личность. Если эта инспекция не та, по которой мы ставим на учете, то нужно еще и свидетельство о постановке на учет, то есть наш ИНН. Он есть у каждого. Если его нет, то, соответственно, мы говорили о том, как его получить. С этими документами можно прийти, налоговый орган выдаст пароль и логин, и подключаемся, работаем, видим всю необходимую информацию. Ну и, конечно, это все абсолютно бесплатно. Конечно, конечно. Государство заботится о своих налогоплательщиков. А личный кабинет индивидуального предпринимателя? Поговорим немножко о бизнесе. Что он из себя представляет? В личном кабинете индивидуального предпринимателя также можно увидеть те же самые сведения, что и у физического лица. То есть он, собственно говоря, ничем не отличается от личного кабинета физического лица. То есть единственное, там только налоги и обязательства, уплачиваемые, имеемые налогоплательщиком, как и предпринимателем. То есть, в общем-то, ничего особенного там нет. Поэтому в том же порядке, получается, логин и пароль, и точно такие же сведения можно увидеть там. То есть, там, в принципе, те же сведения, как у обычного налогоплательщика. А что касается непосредственно бизнеса, что он для себя, индивидуальный предприниматель, может там увидеть и узнать, чтобы ему облегчило дальнейшую свою жизнь? Все заявления, которые он хочет написать в инспекцию, то есть, у него нет необходимости приезжать в инспекцию и подавать какое-то заявление. Любое обращение по любому вопросу, конечно, через личный кабинет. Любые запросы, как о получении выписки из ИГРУ, например, справки о состоянии расчетов. Те документы, которые предприниматели приходили и получали у нас лично, теперь можно получить их через сервис личного кабинета. Можно подать любое заявление в инспекцию. То есть, в принципе, личный кабинет — это инструмент общения налогоплательщика с инспекцией. Поэтому все права налогоплательщика, как предпринимателя, он может осуществлять через личный кабинет. Мы, соответственно, рады видеть налогоплательщиков, которые пользуются личным кабинетом, потому что для нас это важно, чтобы не было очередей, не было людей в холлах. Мы хотим, чтобы люди пользовались предоставленными им возможностями и облегчали себе работу, свой труд, наше взаимопонимание. Вот если случилось так, что дела у предпринимателя не задались, и поговорим о нашумевшей теме прошлого года, о банкротстве физических лиц. Что это такое, и каковы условия получения этого банкротства, оформления его? Банкротство физических лиц — да, это достаточно такая новая тема. Новая тема. У нас с 2015 года только вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон о несостоятельности банкротства, которые предусматривают именно банкротство физических лиц. Теперь кредиторы, то есть наша федеральная налоговая служба, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании физического лица, то есть налогоплательщика, о которых мы говорим, банкротом, при условии, что требования к нему у государства превышают 500 тысяч рублей. И не исполнены требования в течение трех месяцев с даты, когда истек срок уплаты. Соответственно, у налогоплательщика тоже есть обязанность обратиться самостоятельно в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом при наличии обстоятельств, которые очевидно говорят о том, что он не сможет уплатить эти налоги. Соответственно, необходимо это заявление подать в суд не позднее 30 рабочих дней, со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать о признаках, по которым он может быть признан банкротом. Поэтому, если предприниматель об этом не сообщил, если он знал об этом, но не сообщил в суд, не подал на себя заявление, то, соответственно, к нему могут быть применены меры административной ответственности, которые предусмотрены статьей 14.13 КОАП в виде наложения административного штрафа в размере от 1 до 1000 рублей. Поэтому призываем всех налогоплательщиков ознакомиться с действующим законодательством. Если что-то где-то непонятно, может быть, написать запросы в налоговые органы, которые разъяснят порядок применения этой процедуры. И, соответственно, обращаться в судебные органы для признания себя банкротами. А в деле о банкротстве какие процедуры вообще государство применяет к налогоплательщику? Да, это в первую очередь реструктиризация долгов гражданина. То есть они списываются, это, опять же, в определенных случаях реализация имущества гражданина. То есть если есть имущество, которое не является для него социально значимым, то есть это если не единственная квартира и там единственное жилое помещение, имущество, которым он пользуется, то есть оно изымается и реализовывается. Ну и либо мировое соглашение заключается, что делается достаточно редко, но тем не менее. Но вы считаете, это вообще такая хорошая мера для обанкротившихся? Ну, вы знаете, я предполагаю, что любая мера, которая предусмотрена законодательством, она направлена на благо. На благо и именно на благо не государства, а благо людей. Поэтому грамотное использование своих прав, которые предусмотрены действующим законодательством, и налоговым, и законодательством о банкротстве. Я полагаю, что действительно оно должно быть действенным, и оно должно приносить свои плоды, конечно. Еще хочется задать такой вопрос. Когда гражданину нужно, необходимо заплатить налог за имущество, допустим, за квартиру, либо принадлежащий ему дом, участок, но если этот объект налогообложения принадлежит не только ему, а нескольким лицам, как поступать в такой ситуации? Если объект принадлежит нескольким лицам, то это у нас называется общая долевая собственность. То есть каждый налогоплательщик уплачивает налог в той части, в которой ему принадлежит доля. Поэтому налогоплательщик обязан уплачивать только те законы, а те налоги, которые установлены законом, именно за ним утверждены, только в той части, в которой он владеет. И либо за детей несовершеннолетних. Тогда еще такой вопрос нам поступает тоже от телезрителей. Какая категория физических лиц не признается плательщиками земельного налога? Это вопрос, наверное, если вернуться к льготам. Я думаю, полагаю, что по льготам. Снова хочется отметить, что каждое местное поселение, каждый совет депутатов местного поселения утверждает свои налоги. Если это не те федеральные льготники, о которых мы говорили, то для того, чтобы определить, являетесь ли вы льготной категорией граждан при определении суммы земельного налога, необходимо обращаться к законам местного самоуправления. То есть необходимо зайти на сайт сельского поселения, посмотреть решение Совета депутатов и определить, есть ли предусмотрена ли льгота для той категории граждан, к которой вы относитесь. И, соответственно, исходя из этого, уже либо заявляют льготу, либо нет. Обязан ли гражданин платить имущественный налог за объект, если он не находится на территории, ну, условно говоря, гражданин в Ленинском районе проживает, а владеет каким-нибудь домом во Владивостоке? Ему необходимо платить во Владивостоке или он может это сделать здесь? Ну, давайте не забывать, что имущественные налоги у нас рассчитывают налоговые органы по месту нахождения объектов. Поэтому, если у налогоплательщика, который проживает в Ленинском муниципальном районе, имеется имущество, которое находится во Владивостоке, соответственно, инспекция по месту учета недвижимого имущества сама начислит ему налог и пришлет по месту регистрации. Вот там его и необходимо будет уплачивать. Вопрос не имеет никакого значения, где уплачивать. Уплачивается по реквизитам. Реквизиты направляют денежные средства туда, куда они должны попасть. Вопрос о том, что необходимо получить это налоговое уведомление по месту регистрации и своевременно его оплатить от той инспекции, которая налог рассчитает. Ясно. Вот такой тоже, я считаю, довольно актуальный вопрос для города Видное. Сейчас, как известно, строится много недвижимости, большое количество, она активно скупается. И вот, допустим, человек купил в новостройке квартиру, и он имеет право на налоговый вычет. Что такое налоговый вычет и какие условия его получения? На самом деле вопрос налоговых вычетов очень сложный вопрос. Его не охватить в рамках эфирного времени. Поэтому я предлагаю налогоплательщикам, которые приобретают земельное имущество в Ленинском районе, обращаться в налоговый орган с подтверждающими документами. И налоговый орган расскажет, в каком случае предоставляется, от какой суммы, в каком порядке, и какая сумма вычета предоставляется. Потому что законодательство, регулирующее предоставление налоговых вычетов, оно постоянно меняется. Оно очень сложно. Его невозможно охватить какими-то рамками. Оно индивидуально для каждого налогоплательщика, для каждого случая, для каждой квартиры, которая приобретена, для каждой стоимости. Поэтому вопрос очень такой сложный. И сейчас его без конкретизации, без конкретики, без суммы стоимости и даты приобретения сложно ответить. Поэтому я советую налогоплательщикам, которые задают эти вопросы, обращаться в налоговый орган. И налоговый орган обязательно разъяснит порядок, правильность. И как это все происходит. Какие документы нужны для предъявления льготы, сроки, и все пари, и все прочее. А, ну, хотелось бы уточнить, только хотел спросить, как раз, какие документы, с какими документами он должен обращаться в налоговые органы? Опять же, по каждому, по каждому, по каждому, по каждому вычет. Да, каждый вычет предоставляется на основании конкретного пакета документов. Поэтому снова, прежде чем подавать документы, обращаясь в инспекцию, уточняем, ну, если уж не хочется читать налоговое законодательство, потому что по вопросам предоставления вычетов очень большая глава, очень много всего написано. Не каждый налогоплательщик разберется в этом, несмотря на то, что у нас сейчас налогоплательщики очень грамотные, юридически, что радует, но, тем не менее, очень сложно, мы это признаем. Поэтому все-таки советую, что даже за тем, какой комплект документов предоставить, обращаться сначала в инспекцию. И все-таки налоговый вычет, это такая история не только по недвижимости, это же по всем направлениям есть, да? Да, есть социальный налоговый вычет, да, за учебу, за лечение. То есть что такое налоговый вычет? Налоговый вычет – это сумма, которая не облагается налогом, сумма НДФЛ, которая не облагается налогом в связи с получением какой-то услуги, ну, если есть социальный вычет, то есть это лечение или обучение. А касаемо недвижимости, налоговый вычет – это сумма стоимости недвижимого имущества, которое не облагается налогом. Вот эти суммы, этот порядок как раз-таки регулируется налоговым кодексом, он очень сложный, поэтому я советую всем все-таки в каждом индивидуальном случае обращаться в налоговый орган. У нас сотрудники, специалисты изучают законодательство, изменения, поэтому они очень квалифицированы, они помогут правильно подобрать пакет документов, подобрать его в срок и получить этот налоговый вычет. — Я подозреваю, что если говорить о транспортном налоге, то тут будет то же самое, абсолютно индивидуальный подход. От чего зависит транспортный налог? — Транспортный налог у нас в основном зависит от суммы, от лошадиных сил, от мощности, поэтому опять же на основании сведений, которые присылает нам ГИБДД, мы исчисляем налог. Мы не считаем сами ставки налогов, они утверждены законодательством, мы не считаем, не рассчитываем никаким образом лошадиные силы машин, они присылаются нам из ГАИ, поэтому, конечно, все индивидуально, все регулируется законодательством и информацией, которую мы получаем от регистрирующих органов. — Я знаю, что в том году была такая служба, как мобильные офисы по Московской области. Для чего это было сделано и будет ли такая же услуга в этом году предоставляться? — Мобильные офисы проходят у нас ежегодно. Это акции, которые мы проводим для удобства налогоплательщиков в нерабочее время, выходной день, выходим в торговые центры и оказываем свои услуги в торговых центрах. Конечно, спектр услуг, которые может оказать специалист налоговой инспекции в торговом центре при наличии ноутбука, он достаточно узок. Но, тем не менее, статистика показывает, что люди обращаются, что это эффективно, что они получают информацию, которая им нужна. А если что-то непонятно, они хотя бы понимают, с каким вопросом прийти в дальнейшем в налоговый орган. Поэтому два или три раза в год мы обязательно это выезжаем и устраиваем такие, скажем, акции. Но мы не сами решаем, когда это делать. Мы ждем указаний из наших вышестоящих органов. Когда это установлено нам по графикам, по срокам, мы тогда это делаем. — Ну, как, например, акция «В Новый год без долгов». — Да, была такая акция. Она проходит ежегодно. Она уже стала традиционной и очень эффективной. — Да, очень эффективной, потому что, видимо, все-таки налогоплательщики смотрят в передачу и смотрят за тем, что происходит в стране. Поэтому действительно после выступлений, после вот этих вот каких-то там моментов, которые налоговый орган устраивает, в том числе этих акций, увеличивается количество людей, которые обращаются в налоговые органы. А это наша цель. Призвать людей для того, чтобы... Призвать на диалог. — Мы прекрасно понимаем, что у нас несовершенно все в стране. Мы понимаем, что несовершенно наши базы, несовершенные сведения, которые мы получаем от регистрирующих органов. Поэтому для того, чтобы у людей было меньше недовольства, меньше вопросов, мы готовы работать и выходные, и в любые дни, когда нам укажут на это руководство, и когда в этом есть необходимость перед декларационными компаниями, то есть перед сроками, когда необходимо сдавать декларации, мы выходим и объясняем людям. Соответственно, мы ждем отдачи, и она всегда поступает. — Ну а на ваш взгляд, вообще уровень ответственности налогоплательщика меняется за последние годы? Вот потому что мы же говорили сегодня, что практически 50% должников у нас сейчас. — Вы знаете, да, меняется. Действительно, налогоплательщики становятся более грамотными в сфере налогового законодательства, в сфере любого другого законодательства, то есть юридически более подкованными. И действительно, те рычаги, которыми нас снабжает государство, законодатель, они имеют свое действие, и поэтому налогоплательщики, конечно же, стараются приходить. Ведь очень много народу приходит в инспекцию, очень много зарегистрированных личных кабинетов, люди обращаются, очень много заявлений. И, соответственно, мы понимаем, что это и есть тот результат работы, который мы хотим получить. Мы получаем диалог от налогоплательщика. — 50%, которые не оплатили налоги, 47%, да? Действительно, я не могу сказать, что все эти налогоплательщики — злостные неплательщики налогов. Нет, ни в коем случае. Очень многие у нас не получают налоговые уведомления. Это у нас вопросы к работе почтовых отделений. Очень многие, например, что сейчас очень актуально, проживают не по тем адресам, по которым зарегистрированы. Соответственно, они получают налоговые уведомления и требования. То есть не имеют не то чтобы возможности, но такой простой возможности оплатить налоги. Поэтому им приходится приходить, может быть, получать их лично и потом только оплачивать. Но все-таки мы надеемся, что налогоплательщики эти 47% снизятся. Мы очень на это надеемся. Мы все для этого делаем. Мы в судебном порядке сейчас взыскиваем. То есть у нас ведется очень большая, очень объемная работа по взысканию этих сумм в судебном порядке. То есть мы направляем заявление мировым судям. Мировые судьи выносят судебные приказы. И налогоплательщики после получения судебных приказов оживают. И идут в инспекцию и говорят о том, что вот этой машины у меня не было, этой квартиры я бы давно продал. Это тоже результат. Мы производим перерасчеты, снижаем налоги, соответственно, убираем эти налоги. И либо идут, платят. Поэтому, конечно же, положительная динамика в том, что налогоплательщики у нас становятся более ответственными, есть. Мы ее наблюдаем, мы это видим. Но хочется большего. Хочется снизить этот процент, 47% до минимума. Поэтому еще раз призываем, пусть не Новый год, но давайте жить без долгов. Я полагаю, что это очень важно. И, наверное, это все-таки правильно. Мы как налогоплательщики, как граждане должны исполнять то, что нам предусмотрено законом, конституцией. Поэтому призываю платить налоги вовремя или хотя бы по мере возможности, когда эта возможность возникает. Но получается, что если человек проживает по другому адресу, по которому он зарегистрирован, и ему приходит туда уведомление, и он может просто не знать о том, что ему нужно заплатить налог. Если он не придет сам налоговый, и он не посмотрит в личном кабинете. Ну, давайте не забывать о том, что у нас налогоплательщики все взрослые люди в основном, в большинстве своем. Поэтому не знать, что у вас есть объект налогообложения, и вы должны за него платить, но это по меньшей мере наивно. Поэтому я полагаю, что люди, которые проживают не по тем адресам, по которым они зарегистрированы, они понимают, что вся корреспонденция государственных органов, в том числе и налоговой инспекции, приходит по адресу регистрации. Логично, что если налогоплательщик добросовестный, он должен обратиться в почтовое отделение, ну, либо каким-то образом получать корреспонденцию по адресу регистрации. Поэтому это ни в коем случае не является уважительной причиной неуплаты налога. Это причина, да, но она не оправдывает безответственность тех людей, которые не хотят. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности. Тем более здесь не закон, здесь именно нужно понимать, когда приобретаем объект, недвижимость или транспортное средство, что если уж вы приобрели это средство и у вас нет льготы, вы должны платить этот налог. Получаете его уведомление или не получаете, причины могут быть разные, обязанности остается. Но, к сожалению, зачастую люди делают это умышленно, просто не замечают. К сожалению, да. И в заключении нашего эфира, собственно, чтобы люди знали, куда идти и когда идти, хотелось бы узнать график работы вашей налоговой инспекции. Так, налоговая инспекция открывает свои двери для налогоплательщиков с 9 утра и до 6 вечера. Понедельник в среду до 6 вечера, а вторник в четверг до 8. В пятницу мы работаем до 17.45 и каждую первую и третью субботу месяца с 10 до 3 часов мы тоже принимаем налогоплательщиков. Поэтому рады всех видеть, ждем, ждем тех, кто готов уплатить, тех, кто готов оспорить с любым вопросом. Мы в любом случае ждем налогоплательщиков в инспекции. По какому адресу? По адресу улица Заводская, дом 22А. Спасибо большое, Джаган Надировна, что нашли время и пришли к нам в студию. Надеемся, что наши телезрители теперь будут более подкованы в вопросах налогообложения. Ну а я, Дмитрий Книга, прощаюсь с вами. Встретимся на экранах телеканала Видное ТВ. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова